Мы аналитический центр, в котором мы работаем для образования, индустрии и городского развития. Мы занимаемся исследованиями, занимаем политик, разными образовательными проектами, поддерживаем логанистическое движение в Украине. У нас есть логанистическая платформа на украинском, вы можете это прочитать, наверное. И, собственно, сейчас я буду рассказывать о том, что происходит в Украине. Важно сказать, что я буду говорить не о наших проектах, не о наших исследованиях и даже не о этих исследований, а о больших реакциях, размышлениях на этот счет. И, собственно, я буду начать с того, что было до 2014 года, и что было главным френдом вообще городской политики в Украине 10 лет назад. И это было Евро в 2012, чемпионат Европы в Украине. В первом событии было построено очень много аэропортов, стадионов, дорог, скоростных поездов на городах. Было куплено несколько сотен, наверное, трекусов и автобусов в городах, которые принимали чемпионат. Там было, в этих же городах, разве туристическая репоструктура, не только личное пространство были анонтированы. Но, как было написано в анонсе, после того, как чемпионат прошел, все при этом было завешено бинг-бордами, что чемпионаты проходят, достижения остаются. И вот, собственно, чем были достижения. Аэропорты. Это, например, гердородный аэропорт миссия Сергея Прокопьева в Донецке. Сейчас от него камин на камне не осталось. Но даже до того, как он был разрушен, он был разрушен, он не был заполнен даже на половину. Потому что для этого города в Донецке такой огромный аэропорт не нужен. Даже было во Львове в Вальтере, в Киеве, в Горисполе, два терминала сейчас законсидированы. Потому что того одного, который есть, хватает для патентности Киева. Другой пример стадиона. Это еще строится стадион возле Львова. С ним случилась уже интересная история. Местный футбольный клуб провел у него несколько матчей. И после этого проиграл несколько матчей. И отказался играть дальше в этом стадионе. Официально аргументируя это тем, что стадион не фортуны. И официально не хотят платить высокую арендную плату за его арену. Потому что он новый и выиграл его открывать. И стадион, собственно, долгое время зарабатывал на конкретно сервисе. И как сборный, который происходит в раз в два года. Ну и, собственно, некоторое время им играл шахтер. Переехал в Санецка. Но сейчас тоже не работает. И вот такой белый слон. Что характерно для многих больших событий. Типа Олимпиад, Сочи, Пекине, Пекине. А почему сейчас шахтер там не играет? Ну, шахтер там ближе к востоку, к Киеве. Собственно, большие мегасобытия. Они приносят прибыль в основном тем элитам, которые их организовывают. Например, это бывший экстремер-министр Украины по рискалистиков. Он был ответственным правительством предназначения в 2012. Его компания выигрывала их большинство подрядов на строительство объектов чемпионата. И, собственно, те несколько сотен колебусных городов, которые сейчас ездят по городу. Это, собственно, все, что получили люди. А те огромные миллионы денег, кредитных денег, которые были вложены в эти замечательные инфраструктурные объекты, они, вот, не совсем, не учат. Он сейчас... Хорошил хотелось. Он уволился до того, когда произошла революция. Он не в социальных списках, но для этого неизвестно где. Ему еще повезло. То есть не в стране? Не знаю. Возможно, в стране, но, скорее всего, нет. Вот. Это замечательная история о том, что вот эти деньги можно было потратить. Хорошие, но, кстати, всталионы аэропорты, вот, хороший имиджевый проект. Собственно, с этим Украина прожила в 2012 год. В 2012 году стало понятно, что таких мегасобытий больше не будет. Ну, типа, что проходили Олимпиада зимы в Ольгойле, Евробаскет. Ну, это какая-то долгая перспектива. Такое интенсивное в третий годовое перестановилось. Бюджет влечился в проблемы, связанные с кредитами, которые были взяты на этот, в 2012. И потом случилась революция, после которой какие-то процессы развития в городах стали опять происходить интенсивнее, чем было то. Несколько... Ну, это фестиваль «Коннекшнска», который был из 2008 года в Кимбе. Это архитектурные фестивали, но делают очень много для развития архитектуры, для развития в Украине, потому что они приглашают на основных архитектур, и они создали на целую школу новых, собственно, профессионалов, которые мыслят немножко по-другому, чем в советской архитектуре школы. И фестиваль «Коннекшнска» состоялась в 2008 году. Сейчас мы основали школу «Коннекшнс», сейчас уже третий набор, которые были четырех архитектурных школ «Коннекшнс». Они готовятся, для них занимаются развитием городов, и вот они готовят тех новых профессионалов, которые могут прийти на смену стартами. И тут не о возрасте, а скорее о выходах. Интересные вещи происходили в Львове. Там была некоторая тусовка молодых людей, которые собирались на нескольких интернет-форумах. Вот одна из инициатив «Дайте пройти», «Дайте пройти», вот они установили вот такие столбики, они собирали деньги с жителей. И городской совет им просто дало разрешение установки этих столбиков. Никак не помогало, но и не запрещало, собственно. И вот недолгое время установили просто такие столбики. А потом уже, во многом это не было связано с революционными событиями, но не менее, это совпало по времени. Эти молодые активисты начали работать в городском совете. Их пригласили на работу. И они уже начали развивать разные общественные проекты. Как со стороны городских хвостей, я скажу, тоже. Также в Львове, еще в середине 2000-х городоводная стратегия города, которая, собственно, предусматривала два приоритета. Это IT и туризм. И сейчас Львов говорит туристический город, это обязательно прийти сюда, прийти сюда. И, собственно, сейчас Львов думает, что он уже достиг их цели в этой стратегии 10 лет назад. И сейчас не разработают новые стратегии. Было очень сильное конспектное движение. В Киеве была основная ассоциация мастеристов, еще до анализов. Наверное, одна из главных стратегий городских инициатив, которая существует в Киеве. Также в Киеве, еще в 2012-2013 годах, это здание гостиного двора, которое смели перестроить современный торговый центр, но там было много культурных ивентов. Директоры протестовали за консерциализацией подространства. И, собственно, в результате знаний счастливых по студии Киева, средиалистического центра Киева, было разрушено в сцене, потому что человек, который хотел так поступать в этой центре реакционирования, предупреждения Львовича, и сейчас это служение медленно разрушается. Но это была такая большая протестная волна, которая во многом, эти люди, которые были на этой волне, эти активности, которые были делали какими-то единственным творецом, без символов, но, собственно, они во многом потом послужили примером. Потому что, если мы там еще не будем, аналогические протесты были в Харькове, против разрушения, предпостоит свою дорогу, через Светлый Месопарк, к тому же Евро-2012. Такой же протест был в Одессе. Там есть белопешеходная крошка луна, через пол Одессы, которые пытались также немножко заслужить. И против этого также были протесты. Именно с некоторым таким опытом как Украина вышла в 2014 году. И вот, собственно, после уже 2014 года в Киеве появилась школа Connections. Во Львове... Открылись подробно в вашей школе Connections в Киеве? Да. Это, допустим, дипломное образование, которое длится год, это курсы, которые или вечерние, или два, две недели, раз в два месяца. Вот в этом году будут... Мы открыли третью, кажется, третью студию, третий на год, и будут изучения каждые два месяца по две недели интенсивно. Они, собственно, с иностранными тюрьмами будут учиться в практическом работе с публичными пространствами и устойчивым городским развитием. Но нужно быть в профессии архитектного? Нет, нужно быть не только. В Львове, то, о чем я говорил, активисты начали петрить столбиков, например, озеленению улицы. Собственно, в Львове они сейчас уже создали коммунальную проектную организацию с тех активистов, которые начинали устанавливать столбики, и они сейчас проектируют городские улицы, публичные пространства. Также в Львове создают институт города, который, например, проводили несколько лет различные проекты про манги и сообщества в действии. История была в том, что они проводили огромное социалистическое решение и спрашивали людей, с какими территориями они себя идентифицируют. На основании этого были выделены микросообщества, микропромобы. И они начали входить в эти сообщества в какую-то встречу и спрашивать людей, что они хотят сделать, давать им количество денег, другую часть, которые мы будем собрать сами. И вот много из этих сообществ реализовали уже какие-то проекты, и это был толчок к развитию этих сообществ в городе. Сейчас мы пытаемся делать что-то подобное, но пока это не так успешно, как в Львове. еще глубокий пример того, как они пытаются децентрализировать культурные решения. Они отдали старые домокультуры или старые телетеатры, которые уже разрушались, использовали местными культурными активистами, просто местными активистами и дали им минимальное интенсирование в бюджете по нормальным услугам. Но это был большой паучок для этих активистов, которые получили помещение, кучу возможностей что-то делать. И они начали в бюджетах финансирование, в бюджетах финансирование, прикольные вещи. А это государство делало эти деньги? На трансформации частично это были разные источники финансирования, как иностранная помощь, бизнес, проекты. Когда будет реализация, мне кажется, там будут присутствующие. Это мы подходим к Киеву. Это сквер небесной сотни. История сквера связана с революцией. когда были обстрелены майданы протестующие, то на этом месте была строительная площадка, и в том числе взяли забор, зеленый забор, который отгораживал строительную площадку. Когда протестующие заборы жители увидели, что за этим забором был большой мусорник. И это было заброшено и что они сделали? Они разбили этот сквер. И в честь того, что это возможность разбить сквер, небесной сотни изображение первого убитого мусора. Это Сергей Нигоряк, первым убитым по теме провинции. И был суд за эту территорию, принадлежал застройщику, и буквально несколько недель назад они выиграли финальную санцию суда в Киеве, и это уже сквер. И позавчера, кажется, они проводились терапевтическую сессию вместе с городскими властями, на которой они пытались смоделировать некоторые сценарии, как управлять эти пространства сейчас, потому что это пространство было активистами, и нужно, чтобы кто-то его эксплуатировал на протяжении многих лет. И еще пример протеста. Это собственно в береге Днепра, Киеве, где хотел построить такой замечательный жилой «Солнечная Регина». И его сейчас немножко строят. Человек, который из застройщика находится в партии мэра Киева. Но это история о том, что комьюнити этого района, который здесь находится, оно протестовало против этой застройки, и пока ему не удалось отменить это дальше продолжается. Но это очень хороший пример, как сообщество может организоваться. Они уже выдвинули себя, выдвинули человека, выдвинули его в депутаты, и сейчас человек есть депутат городского следа Киева. Они проводят очень много классных мероприятий у себя в районе. Подают разные проекты, которые его поддерживают реализовывают. Это пример сообщества, которое сформировалось как протестное, но смогло перейти некоторыми проактивными движениями. сейчас То есть, они вначале протестовали против этого проекта, проект все равно реализуется, но они стали заниматься другими. да, они продолжают протестировать его проект. А он же уже реализуется. Они хотят его остановить на полдороге или как-то трансформировать? Они хотят его остановить. В Киеве был прецедент, когда снесли недостров. А что в нем такого ужасного? Пойти на незавершенное строительство? Зеленая зона, который например Днепра, там был пляж, пар, сквер для жителей, а там стоит огромный жилой комплекс, на который не расчитана инфраструктура близлежащего района. Тут закрыл центр, который закричит из-за этого строительства. И я не знаю, будет успешно никаких инфраинств. Возможно, они и остановятся на одной башне. А это еще не построено. Сейчас возводятся башни. Посмотрим, что это будет. Но это пример многих протестов строительства. То есть мэрия лоббирует этот проект, связан по партийной линии, а с другой стороны поддерживает активистов, которые работают в других инициативах. Такая сложная гибридная схема. и мэрия разговаривает против сообщества. Я показываю пример, чтобы рассказать о том, как протестное сообщество, которое образовалось протестное, смогло перейти к проактивным движениям. потому, что есть очень много протестов сообществ в Киеве, очень много скандалов в других городах тоже. И, собственно, это один из примеров, как можно перейти к чему-то проактивность. Это еще один пример проактивности. Это схема киевского метро, которая была разработана в позапрошлых годах. Собственный дизайнер, который называется агент изменений, агент изменений. Они, собственно, начинали волонтеры. Сейчас они работают на благотворительные взносы бизнеса IT-компаний, дизайнерских компаний. И, собственно, они разрабатывают разные классные дизайнерские проекты для города, как, например, схема метро, навигация на метро, адресные таблички на дома и прочее. А, я еще не вставилась фотография, но я вам скажу, от тепловисту. Это организация в Новом Фронковске, которая была основана в Майдане. Для нее какой-то принцип работы этой организации. Они собрали местные бизнесменов, и эти местные бизнесмены поняли, что для того, чтобы они имели... Они заинтересованы в развитии города, заинтересованы в том, чтобы лучшие люди не уезжали из города и выпускают 250-ти тысяч августных центров. И они, собственно, решили, что им нужна какая-то организация, которая будет развивать город, привлекать туристов, привлекать туда молодых креативных жителей. и они создавали организацию. Ежемесячно платят за взнос. Это организация, которая существует на деньги бизнеса, который платит за существование. И они разработают очень много интересных проектов. Например, Space Store. Это ресторан, у которого 100 сооснователей, которые дали по тысяче долларов. И на открытии этого ресторана сейчас со 100% прибыли, которые имеют такие страны, 20% обслуживающие компании, и другие 80% на развитие города на конкурс грантов между городскими общественными инициативами. У них, также, сейчас еще один проект промпровод. Это один из конкурсового завода, один из цехов, превратить инновационное пространство. Но, что интересно в этом проекте, это то, что они пытаются опять же привлечь очень, по сути, очень интересную схему финансирования и управления этим пространством, которое будет задействована как бизнес, который даст на это деньги, так и общественные организации, которые будут, собственно, отвечать за наполнение. И это в результате исследования есть те взаимодействия городских инициатив, которые мы выполнили в прошлом году. И это, собственно, история о том, что в 2014-2020 годах будет большой подъем количества инициатив городских, которые существуют в Украине. К этому графику есть два объяснения. Первое объяснение это то, что низовые инициативы предоставительных они могут либо решить какие-то проблемы и просто разойтись, потому что им нечем больше заниматься или не решить эту проблему, или там выгореть, не знаю, перестать, хотеть заниматься этим активизмом которые имеют результаты. И лишь маленькая часть институции анализируется и трансформируется в какие-то организации, которые действуют в длительном периоде. Но, тем не менее, мы видим скачок, мы знаем, какой процент... это в тысячах вот это 0, 20, 20, 30, это в тысячах? Нет, это не в тысячах, это, собственно, количество организаций. Единицах, да? Единицах. Это по всей стране? Да, по всей стране городские организации, которые занимаются разными уминистическими вещами, образовательными, инновацией странств и так далее. и так далее. Собственно, возможно, некоторая часть этого ТОПа объяснена тем, что это естественный процесс, но, возможно, некоторая часть объяснена революционными событиями. Мы будем проводить это исследование еще в следующем году. Видим, какое есть объяснение. И это, собственно, красивый график, как мы взаимодействуем между собой, вынимаем несколько главных инициатив. Но я предлагаю переходить дальше. А дальше у нас еще один важный компонент и важная фенденция, которая сейчас происходит в Украине, это международная помощь. Она началась не после революции, она началась еще раньше. Вот, например, проект «Муниципальное развитие и обновление старой части Львова», который реализовывался еще с 2009 года. Они, собственно, у них было очень много разных активностей исторической части Львова. Например, это реконструкция дворов. У них была также реконструкция фасадов, реконструкция балконов, дверей, разных элементов исторической застройки. И что было очень важно в этом проекте, что они это делали софинансированием вместе с жителями. То есть жители должны были вложить такую часть. И что было еще важно, что это не было так, что, собственно, этот проект приходил к жителям, говорили, давайте мы сделаем двор. они приняли конкурс, на который жители дома должны были собраться, решить, что они хотят сделать. Реконструкцию то ли двери, то ли балкона, то ли фасада, то ли двора. Собрать какую-то свою, свою часть денег. И тогда джейдер, джейдер, германская организация германская организация международного сотрудничества давала им свой собственный сервер. Также они реализованы в протяжении многих лет, 2012 года, мастерное место, мастерское города. мастерское павильон, который на протяжении месяца стоял в одной зеленой зоне города, где присоединили разные шоу, мастерские лекции, обсуждения, кинопоказы и прочие активности, которые создавали дискуссию о городе. С прошлого года мастерное место проводился во многих городах. В этом году мастерное место уже было, наверное, в 10-ти городах Украины. Хорошая форма для того, чтобы говорить о городе, привлекать городские власти к диалогу, привлекать бизнес и жителей. Еще один проект, который не был бы реализован без международной помощи, один из примеров развития общественного транспорта в Украине это трамвай на Сыхев. Сыхев это самый большой жилой массив спальных районов во Львове. И при поддержке Германии и Европейского банка институции развития была построена трамвайная линия, была сгублена трамвай. И, собственно, сейчас она на треть повысила прибыль всех трамваев города из одной линии построенной в одной линии. и сейчас с Европейским институцией развития вместе с Европейским институционным банком разрабатывать программу многоделеменную для десятков городов в Украине, для закупки нового подвижного состава и ремонта имени. И это, кажется, будет хороший проект, который даст возможность многим городам улучшить общественные транспорты и тем самым приблизиться с обеспечкой мобильности. Дальше ничего про фонды, но так же можно сказать, что в Киеве есть свой фонд имени Гайника Бёля, это германский фонд германской зеленой партии, и они рекоменцируют много разных городских проектах, воркшопов, образовательных проектов, которые помогают создавать новое сообщество профессионалов, которые занимаются городом в Украине. Так же после начала военных действий в Донбассе очень много международной помощи ориентировано на восстановление Донбасса, на реконструкцию улиц, дорог, общественных учреждений, закупку транспорта, открытие каких-то хавов, креативных пространств и так дальше, и сейчас очень много проектов там реализовываются, и это тоже такой-то ручок развития этого региона, к сожалению, за трагическими событиями, но, тем не менее, там очень интересные процессы сейчас происходят, очень много в том числе киевских общественных организаций идут туда, на восток, и, собственно, создают там что-то очень интересное, что трансфермируют это. Еще о трансформациях это реформы, и самая важная реформа для городов, которая после Украины, это децентрализация. Что это значит, объяснять очень долго и сложно, но, что важно для городов, то, что в 2013-2014 году был принят новый закон, который оставлял большее количество налогов, которые собираются в городах, собственно, в городах, потому что раньше они все передавались в центр, и потом уже распределялись на запад, в городах. Сейчас большее количество денег остается в городах, что позволило городам ненести деньги в развитие публичных пространств, при конструкции улиц, закупку подвижного состава общественного транспорта, и дальше, и это дал какой-то толчок развитию города, этого не было после появления чемпионата Европы. Вторая важная тенденция для связан с реформами, это про открытость и вовлечение жителей, потому что после революции трендом стало как-то вовлекать жителей открытыми, для власти. и в этом куплине возникло, например, много проектов, которые связаны с открытием бюджета, система, которая позволяет визуализировать бюджет городской, можно кликать с сайта, например, жетоны. Также в Крине появились петиции, рассмотрение и реакция на петиции было обнесено в законодательство для всех городов, например, в Крине также принимали специальное бюджетирование, оно работает как конкурс проектов, где граждане через платформу могут подавать свои проекты, потом городской совет проверяет можно ли эти проекты играть технически и соответствовать законам, нормативам или дальше, после этого граждане через сайт голосуют за эти проекты, и те проекты играют большинство голосов, они выигрывают, получаются реализирование и реализовываются власть. Еще один пример это контактные экзамены в Киеве, в Парифе, в Одессе, в других городах, через которые власть общается с жителями. Также процесс декоммунизации, смены названий улиц, районов, площадей и других подобных городах. как обязательным элементом документ документ общественных слушаний, это происходило очень по-разному, по-разному, в разных городах, некоторые директоры, фикции, некоторые директоры, получило к вовлечению нормативы. они голосовали за то, что менять, не менять, или пилотинцы решили, что надо заменить, но надо новый назвать. Потому что закон обязывал нам переиментировать все, что касалось коммунистического директора. И, собственно, жить не могли выбрать. В некоторых городах городские власти намеренно тормозили этот процесс, например, город Комсомонск Полтавской области, где городские власти сопротивлялись к этому процессу, не провели общественное слушание. В итоге новое название для города было дополнительное сове в Киеве, что вызвало недовольствие жителей потом, но это недовольствие было, собственно, к местным властям. В момент, когда это можно было сделать, не вовлекали жителей и не консультировались. А как они? Собирают заявки, потом отбирают названия, а потом проводят голосование? Это по-разному происходить. Города вольны делать так, как они считают, лучше. Важные пронармативы в том, что сейчас в Украине происходит большой процесс обновления государственных строительных норм. Это так и происходит. Обсуждение одной из строительных норм в министерстве также пытаются внести некоторые изменения по уровню ширины полос движений, некоторые изменения в правил движения. Это такой процесс, который дает возможность развития городов по нормам. В сфере жилищно-коммунального хозяйства в Украине подражало цена на газ. И это привело к тому, что все начали задумываться о термомодернизации. И есть много государственных программ, программ международной помощи в Украине, которые, собственно, направлены на термомодернизацию как общественные знания прижилы в Украине. Еще важно в ЖКХ сказать, что два года назад был принят новый закон, который позволял жителям дому принять решение о том, какая компания будет обслуживать этими домами. То есть это монополия ЖКХ, которым могут привязывать с тем, что ваш дом находится на территории этого Жека. Она разрушена, и сейчас жители имеют возможность, если они захотят, конечно, иногда очень сложно, выбрать себе обслуживающую память. И это все было бы неполным, без точечных факторов, которые не касаются какой-то области, мобильности, которые очень сильно влияют, потому что они показывают костюм для других городов. Например, в области мобильности, сначала Львова, потом и другие города, Иван Конхокс, Киев, Пайк, Одесса, и много-много маленьких городов, начали развивать инфраструктуру, они делают с очень разной скоростью, делая очень много ошибок, конечно. Но, тем не менее, это процесс, который и начался, и она и поздно приведет к результатам, и мы с каждым годом видим, что в городах, которые считают глигостеристов, количество глигостеристов с каждым годом увеличивается и во многом благодаря тому, что для пиара города начинают строить этот глигостер. Также города начинают задумываться об развитии общественного транспорта, например, Одесса. Одесса – длинный город моря, и вот они решили, что у них есть линия трамвальная, которая, на самом деле, уже существует. Но вот тут не хватает перемычки, чтобы пустить длинный маршрут с юга на север. В бессоветский период Одесский генплан предполагал строительство метрополитена, и какой-то альтернативы к генплану просто не предполагалось. И вот в прошлом году в Мэрии Одессы пришла гениальная идея, да, у нас же есть обособленные трамвальные пути с юга на север, но не нужно строить метрополитен, просто нужно строить маленькую перемычку, и это заработается. В этом году они строят перемычку, как я уже говорил, в Мэрии, есть большой проект Европейского Институционного Банка, Европейского Банка Институции и Развития, о финансировании обновления внешнего состава, обновления инфраструктуры, и вот сейчас города могут подаваться на этот проект и получать финансирование, и это довольно действительно толчок для развития. Также в городах продаются обособленные полосы в городе общественного французского, поэтому, например, в Львове. И сейчас мы переходим к общественным пространствам. Несколько примеров. Еще один пример со Львова – это площадь синагог. Это старый еврейский портал Львова, который был уничтожен военный военный и это военный синагоги, которая была взорвана немцами, которую считали одной из самых красивых в Восточной Европе. И долгое время на этом месте были пусты летние площадки стран. И вот, собственно, последние, наверное, десять лет при судействии, опять же, германской фундации происходили общественные обсуждения, воркшопы, разработка проектов корпуса. И, кстати, в прошлом году был проект, который показывает новые подходы к памяти. К таковой, когда не нужно строить большой памяти, нужно строить макерцеркви, нужно отстраивать свободу, но можно кундаментами проводить память камнями, показать память и, собственно, сохранить память разместим. еще один проект, а тут опять не вставилась какая-то фотография, но это контактовая площадь в Киеве, это одна из центральных площадей и городом, которая раньше была парковкой и третьей части, но сейчас ее перекрыли и думают делать из нее личное поставление. Это не очень хороший пример, потому что в нем не было партисципативной части, но это пример того, как, собственно, то, что раньше поменялось, и что было парковкой, использованием самой дорогой городской площади и самым ужасным образом, и которые приносят меньше всего денег. Вот, собственно, сейчас будет, я надеюсь, публичное пространство и это, к примеру, нового подхода тоже. Так же... С парковками вообще какая история? С парковками плохая история, это очень длинный разговор, где он будет значительно отличаться. Ну, такие примеры, когда парковка ведет общественное пространство, это разбирает общественный транспорт, это говорит о том, что, возможно, будут какие-то позитивные изменения. От парковкипации этих слов это замечательный пример это, собственно, история о том, когда через несколько дней после расстрела протестующих на Майдане вышло раздражение исполнящего обязанности президента Украины о том, что нужно провести конкурс на памятник от жертвого Майдана. Главное, я рекомендую, как вы помните в одном из предыдущих слайдов, протест застройки христианного пора было много лет протестов в Киеве, он был не очень любим протестующим на Майдане, оппозиционные страны, и вот этому главному архитектору, которого эти протестующие протестовали в определенном предупреждении, поручали поставить памятник протестующим. главный архитектор подумал, подумал, подумал и решил, собственно, вот он сидит, Сергей Цензанков, он решил выйти протестующим и сказать, что мне пришла в Муагастан статья президента, мне нужно провести конкурс. это было через несколько недель после расстрела на Майдане, и понятно, что некоторые пришли с Майдана, накладывал главный архитектор, накинулся и два часа ора. главный архитектор подумал, перечислил в реакцию и решил, окей, следующий ссорник поднимем еще раз. В следующей поры произошло следующее обсуждение, и так было полгода, пока люди перестали ора. С каждым новым обсуждением процент ора уменьшался, и уграничился. В смысле случилось тем, что с этих обсуждений была сформирована общественная комиссия, которая написала программную историю конкурса. Сейчас, правда, этот конкурс не реализуется, администрация президента решила продлить новый конкурс, но в моментах хорошая иллюстрация партиципации и того, что очень часто чиновники, листы, жители встречают конфликт, когда хоть какую-то партиципацию кто-то пытается победить, и люди начинают орать по поводу идейс, о тарифах, о жилье, о транспорте, о всём, только не о том, что есть предмет на утверждение. Но этот пример показывает, что если упорными и хотеть провести этот процесс правильно, то это возможно, даже их сложно подставить в этот раз. еще один пример. Тут как-то делась фотография, но собственно, когда главного архитектора уволили после смены власти, то вот эта женщина, которая была его заместителем, стала исполняющей обязанностью во архитектора Киева, и понимаем, что есть очень много проблем с застройкой, с незаконной застройкой, почему это получается, почему люди протестуют, почему люди протестуют. Собственно, она пригласила из таких общих организаций, в том числе нашу, и на протяжении трех-петверх дней в кабинете главного архитектора Киева, который был, например, то, что вы уволили, но вам не назначили, происходил воркшоп по выработке принципов, как нужно перестроить процесс согласования проектной инвентации, застреливания инвентации, чтобы не происходило конфликт, чтобы не происходило конфликт со стороны. Эти наработки важны, они сейчас не имитируются, но тем не менее, это, во-первых, замечательный культурный артефакт, когда в кабинете главного архитектора Киева пришли гражданам и активисты и разрабатывают новую модель партиципации, а с другой стороны, это наработки, которые возможно когда-то вяжут к стеноку новым политикам, как начнут происходить общественные обсуждения. А застройки тоже начали происходить какие-то позитивные изменения, например, ЖК Рывальский возле Днепра, он уже не копирует советскую группу Казахстанину в Кунск, он принадлежит что-то альтернативное, позитивное, европейское, кварталы, зоны, меньшего пространства для машин, для пешеходов, для гранши. Это нескорный проект, но тем не менее, он иллюстрирует, что уже нечто начало меняться в подходах к проектированию. Что касается стратегии развития городов, то есть нескольких годов в Украине, в Украине есть вообще стратегии развития, я уже говорил, о любом, была стратегия еще десять лет назад развития туризма и ИТ, сейчас эта стратегия реализована именно о новой стратегии, и стратегия в Киеве это больше не стратегия а политический план, и, собственно, сейчас все, кто работает с городом, понимают, что она не поздно, вот уже сейчас подходит тот процесс, когда много городов будет задуматься в стратегиях, но никто не знает, как их писать, что должно быть в этих стратегиях, что-то вообще стратегия вырвана, как с ней работать, и вот это проект, который будет Лог Лонгом определять развитие ГГБ и не дальше, но важно сказать, что также в Украине сейчас очень популярны такие термины, как креативный город, смарт-сити, но чаще всего это в таком очень плохом понимании креатива и умности, это, например, дочь одного из истинного Ракеева, у которой он на доме. Вообще в Киеве сейчас очень много муралов появилось, потому что это был проект, который, собственно, один из заместителей мэра Киева кумировал, им очень нравились муралы, в киевской власти, возможно, и, скорее всего, сам Майор муралов это круто, мы креативный город, нужно больше муралов, и, собственно, сотни муралов, которые появились в Киеве в несколько местах всех лет, без никакого обсуждения с жителями, они просто производили очень большую волну возмущения жителей, когда каждую неделю в каком-то доме, в каком-то революме находится мурал. Иногда это чьи-то дочери, какие-то вообще непонятные произведения, непонятную тему, которую рисуют приезжие художники, потому что вся с неба изограниченная кучка музея, критика, открыт к миру, вот это иногда креатив, это смарт-сити, переходит в такие кримические формы, и, собственно, это о каких-то популярных модных штучках, которые копируются в Европу, где они уже нигде популярны, но не думаю о какой-то социальной деятельности городов, устойчивое развитие, и, собственно, это все приводит к выводам о том, как развиваться городовые несчастья, и скандалиции. И, собственно, что я могу сказать, большинство позитивных примеров, которые я приводил, это единичные примеры, которых, возможно, много, мало, но, тем не менее, это примеры, которые инициированы либо общественными активистами, которых стало очень много за последнее время, либо новыми служащими, которые тоже некоторое количество активистов, которые пришли на власть. Но, тем не менее, бюст-служба остается не в перелегии гировой, нижшая стояку скилку, потому что там маленькие зарплаты, там мало возможностей развиваться, очень много разных ограничений, и сейчас промо-бюст-служба одна из главных реформ, наверное, которая должна прибыти в Украине, но, тем не менее, это поднимает вопрос о том, насколько эти все изменения системные, структурные, или это просто какие-то тактические вещи, которые происходят, которые активисты лобируют, власть говорит, окей, хорошо, мы не против, мы сделаем, но, тем не менее, это не меняет саму систему, ради чего город называется, кто приоритетен в городе, а кто приоритетен в городе ДВУ. С другой стороны, то, что я говорил о партиципации, да, правда, есть очень много разных практик, и бюджетирование, и общественное слушание, и много других, и очень долго о них рассказывать нужно, но, тем не менее, они все касаются точечных вещей, они не касаются действительно того момента, когда принимаются решения, когда это общественное слушание, скорее всего, это общественное слушание, когда решения уже приняты, когда есть уже какой-то проект, и с этим проектом для общественного слушания, и другие жители могут осудить этот проект, но, по сути, это презентация проекта, даже для жителей, а не обсуждение проекта с жителями. Этот процесс вовлечения жителей будет происходить на каком-то последнем этапе обработки политики, а не на протяжении всего процесса. от технического задания, вообще определение приоритетов потом технического задания, разнообразоваться во время разработки проекта и и дальше. Еще один важный аспект, о котором нужно сказать, это то, что почему госслужащие все проекты вообще строительство производит. Потому что для них это возможность как-то продвигаться и эти все хорошие позитивные изменения, они происходят не потому, что система начала производить, а потому, что активисты приходят к топ-чиновникам, ток-чиновникам могут как-то попрасоваться на танки перед избирателями, и они, собственно, говорят, мы вам даем, мы с вами сотрудничаем, мы даем вашему проекту отферендованным, а вы за это берете нас с собой и говорили, что это ваш общий проект, мы с вами вместе стоим перед камерой и рассказываем, какие он хорошее. У нас была комическая история об этом неравноправного партнерстве, когда мы вместе соединены и с ним делаем проект как экскурсия на улице, и там у чиновника, который, собственно, согласился с организационным проектом за то, что будет способствовать реализации, было много обид, потому что именно мы в пресс-релизе, недостаточно и вообще это все так выглядит, как будто мы при его реализовании, а он вообще не при делах, хоть так на самом деле и есть. И в результате за деньги до того, как улицу нужно было перекрыть, мы уже развешиваемые знаки, мы привезли деревья в аппках, мы купили столы, стулья, написали огромные программы за деньги, до этого городская администрация сказала, что проекта не будет, потому что они придумали. Вот, собственно, такие, это хорошая инистрация того, как все происходит, то есть это какие-то точные вещи, которые хаотичны в разных направлениях, они позитивны, заставят, что они не густимы, тот же процессорный бюджет, например, это действительно огромное количество маленьких хороших от утепления школ, новых пространств, еще чего-то, которые реализовываются в городе, но они не меняют саму систему, саму систему по накатанной ходится дальше. И, собственно, что мы помним и чем мы начинаем заниматься как организация, что мы видим главную тенденцию того, что это все должно перенести в какую-то стратегию, с одной стороны, стратегию, которая бы меняла вообще то, от чего приценивают город, от чего существует город, чтобы это все изменения были техническими, астрологическими, чтобы этот активизм, эта волна активизма, которая сейчас поднялась, она не схлопнулась, а была трансформирована в астрологическое, что будет, в принципе, больше, с одной стороны. А с другой стороны, мы сейчас начинаем смотреть на то, а как вообще принимаются решения. Потому что наша гипотеза после двух лет работы спорта в обвлечение в жизнь принятие решений состоит в том, что обвлечение жителей это единичный случай истории о том, чем уповодствуют служащие, когда они принимают решения. Вполне вероятно, что им просто нужно побыстрее выдать хоть какое-то решение, куда они завалены, можно работать, или у них нет времени, компетенций, у них маленькая зарплата, у них давление со всех сторон, им нужно выдать хоть какое-то решение. Когда к ним приходят активисты и предлагают какое-то красивое решение, которое нравится активистам, и они его берут и пусть им это выборка. Когда они приходят активисты, они делают то, что им первое наоборот собрело, но в этом процессе принятия решений нет этапа проведения исследований, этапа сбора данных, этапа, который позволит принять не то решение, которое первое к тебе пришло, или ты сам его придумал, или кто тебе его принес, а решение, которое будет лучше отвечать требованиям ситуации, которое будет лучше отвечать конфликцию, которое будет лучше решение, которое будет базировано на научных исследованиях, на данных, на общественных мнениях, исследованиях общественных мнений. И, собственно, то, на чем мы сейчас будем работать, это трансформация процессов решений, чтобы перестроить его таким образом, чтобы все эти изменения были не поличными, не зависит ли от того, придет ли какой-то активист причинам не будет вперед, а чтобы сама система работала так, чтобы она продуцировала лучшее решение, и забирая еще наперед, на два колка вперед. Можно сказать, что в тот момент, когда система будет так работать, и когда действительно госслужащий видит принципы исследования, данные, исследования общественного мнения, и он сможет посмотреть все, принять лучшее решение, станет вопрос, по какие ценности положены в основу на эти решения, потому что это просто данные, просто цифры. Но эти цифры можно пропустить вправо, 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 вверх. Сказать, что портоками станет вообще это хорошо, или портоками станет вообще это плохо. Да, конечно, можно просчитать. Но эти все портоками можно только принять в густо, и тогда, когда уже мы сможем иметь данные, и слушающим местные данные, и, собственно, принимать решение на основании данных, станет вопрос о диалоге развития, а там правая, левая, зеленая, еще какая-то разноцветная, и вот тогда будет интересно, когда все эти кинистры сейчас боятся за одно прикольное, классное, стильное, модное, молодежное, обнажет, что между ними есть идеологические различия, и эти идеологические различия тоже будут приматрировать, и вот тогда начнется городская политика, когда между разными партиями, которые представляют разные идеологические виды города, для кого? Он для самых милующих жителей, или он для два конкретных креативного класса. Тогда, собственно, политика управления города, которая есть у нас, и близко к тому, которая есть за несколько сотен или тысяч километров завтра. А пока спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ